Всем привет, с вами Элис, и перед тем, как мы начнем наше видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Сегодня к нам пришла посылка из Франции, на коробке написано, что она содержит в себе 4 с небольшим килограмм, и сегодня мы узнаем, что же там находится. И если вы не смотрели предыдущие посылки, то обязательно посмотрите по ссылке в описании. Также, если мы соберем под этим видео 10 тысяч лайков, то я открою огромную коробень вот такого большого размера, так что давайте собираем и пишите в комментарии. Однако сегодня речь пойдет об этой вот коробочке. Я, если честно, сама не знаю, что находится там, потому что именно моя мама выиграла лот, и я вам честно говорю, на ebay мы заказали эту посылку, так что я вообще ни малейшего понятия не имею, что находится внутри. Для меня это огромнейший сюрприз, собственно, как и для вас. Данные куклы заказывались для магазина Белевикс.ком, ну а также частично для моей коллекции. Это мое предположение. И сегодня у нас будет что-то из разряда ожиданий против реальности, так что проверим, какие же монстряшки и виражки тут придут. Итак, режем. И учтите, что в посылке лежат не куклы в коробках, а открытые. Так что это намного компактнее и должно быть больше кукол. Конечно, резаком делать это намного проще, но я его где-то посеяла. Поэтому придется все резать ножницами. Е-роцк. Пык, пык, пык. Что ж, мы открыли, и наконец-то мы с вами можем убедиться, что все хорошо упаковано. И хо-хо-хо, ребята, первое, что я увидела, это пакет. Так-то пакет очень вместительный. И на нем нарисованы трансформеры и разные иероглифы. И он служит в данном случае газетой, которые прокладывают там какие-либо стаканы, чтобы они не разбились. А тут упакованы куклы. И я вот обратила сейчас внимание, что упакованы они все очень хорошо. Каждая монстряшка, пока что я вот вижу их, находится вот в таком вот отдельном пакетике. И комплектация тут полная. Что ж, так, аккуратно достаем. И первая девчонка, это Венера Макфлай Трап, базовая. Сегодня мы с нее начали наше видео. К ней набор входит и сумка, и подставка, ну а также ее питомец. Волосы надо немножко расчесать, потому что они немножко так в процессе транспортировки ухудшились. Но ведь это не беда. Ну и, конечно же, я не забываю про дневник. И, кстати, версия европейская, потому что тут все написано на разных языках. Ну давайте поставим Венеру на подставочку, чтобы она красиво стояла. А причесывать я уже буду ее в следующем видео, которое будет называться на что-то из разряда «Ухаживаем за куклами» или еще что-нибудь такое. Отлично! Давайте достанем подружку Венеры Макфлай Трап, и это Клодин Бульф. Так-так-так-так-так. Ну, если честно, так-то у нее лицо очень хорошее, и даже несмотря на то, что это очень старенькая куколка, то с лицом у нее все отлично и с печатью. А насчет волос, конечно, их придется расчесать, чтобы сделать более аккуратными. Ну а так, в принципе, ожидание мое оправдано. К сожалению, не было вот этого держателя, поэтому Клодину придется посидеть рядом с Венерой. Что ж, как ее ставить на подставку? Это огорчает. Еще одна куколка. Я просто смотрю на их количество и обалдеваю. Обалдеваю. Итак, следующая девчонка-монстряшка – это Клодин Вульф базовая. Мне интересно, какой же она волны будет. Давайте-ка глянем. О, ну, к сожалению, она совсем-совсем перевыпуск. Такой вот. Извините, мне очень жаль. Ну да, ей так же, как и другим девчонкам, надо причесать волосы, а одежда у них чистенькая, опрятненькая. И все аксессуары есть у нее в наборе. То есть вот и ее питомец, и расчесочка. Также подставка и дневник. На мой взгляд, волосы Клодин кажутся достаточно такими жирными. Поэтому, скорее всего, в скором времени я их помою и сделаю более чистыми, нежели сейчас. О, ну а также я постоянно что-то забываю в этом пакетике. Еще тут лежала вот такая вот сумочка Клодин Вульф. Давайте ее... Итак, мы продолжаем с вами волну базовых куколок. И сейчас мы достанем спектру Вандергейст. Так-так-так, главное ничего не потерять. У нее, собственно, все наличие... Все, что входило в набор, входит и в данный лот, который мы заказали. Конечно, не очень-то удобно упаковано. Вот и спектру Вандергейст летающая. Ей тоже причесать волосы, как и Венере Макфлайтрап. И все будет калевно. Еще у нее есть сумочка и ее питомец. Кажется, мы заказали просто лот, состоящий из базовых кукол. Потому что еще одна девчонка это... Сейчас вам покажу, кто. Это Аперета. Ууу, она мне нравится. У нее залачены сильно-сильно-сильно вот эти вот локоны спереди и по бокам. Так что это выглядит очень хорошо. И также у нее вот эта вот маска очень хорошо пристрелена резинками. Ну и все также входит в набор. Когда я начала разглядывать дневник, я подумала, что-то тут совсем не то. Потом оказалось, что действительно тут наклеена вот такая картинка с артом Аперетты. И она совсем тут не нужна. То есть просто решили наклеить. На самом деле у обычной версии этого не должно быть. Хотя с другой стороны так сразу понятно, чей это дневник. А тут разбирай, читай, что-то. А вот смотришь на картинку и даже думать особо не надо. Вот и кукла из такого вот пакетика это Ребека Стим. У нее, кстати, очень слабые шарниры. И это немножко плохо. Обалденское. Ну а также, как я поняла, за этими куколками из набора придется поухаживать. А именно за их волосами. А то они немного растрепаны. На секундочку покажу вам, что есть еще внутри. И давайте с вами начнем, пожалуй, рассматривать Эвер Афтер. Что-то мы очень много достаем монстров. Пора бы и веряшек. И это Сирис Худ или же Черис Худ. Надо же, я посмотрела в ее глаза и поняла, что у нее обалденская печать глаз. Если честно, даже эту куколку захотелось к себе в коллекцию. Бывает же. Ну а насчет состояния могу сказать, что она отличная. И волосы гладкие, как и должно быть. Но немножко надо подрезать будет ножницами. Даже колечко на ее пальчики имеется. Что является огромнейшим плюсом. Потому что они часто теряются. Поставим Сирис на подставку. То есть видно, ей вообще не играли. И вот она новенькая, просто девчонка. Еще одна Эвер Ашка. Это Блонди Локс из той же базовой коллекции. Обожаю, если честно, базовых кукол. И в основном у меня как раз в открытом виде только и базовые Эвер Ашки. Да-да-да, я вам раскрыла мой секретик. Так, это не секретик был. У нее также есть кольцо на пальчике, что немаловажно. И шикарная пчелка. Также волосы. О, какие же они волнистые, приятные. И главный цвет такой красивый. Я вот заметила, у Блонди Локс на переносице около глаз. Вот как будто бы у нее такие остались впадины от очков. Эти следы также есть и у моей базовой Блонди. Но это, конечно, странно. Напишите, если у вас есть где-то кукла и такая же проблемка. Мы уже достали с вами большое количество кукол, но это далеко не конец, поскольку такое ощущение, что во сколько я не доставала кукол из этой посылки, они все прибавляются, прибавляются. И это очень хорошо. И так, эксклюзивчик. У-ху-ху. Хэллоуин. Это Клео Даниил. Надо же, какая же эксклюзивная серия. Помню, я снимала распаковку прямо на этом же месте. Да, ребят, это правда. Если кто не видел, то смотрите. Сколько аксессуаров. Прям все, что нужно. Все тут есть в пакетике. И карточка, и все остальные вещички. Ну, а волосы у нее аккуратно уложены. Как и должно быть. Да и у нее прическа такая. Каре. Очень удобная. И также у нее нет проблем с печатью. Очень прямые глаза. И вы только посмотрите, сколько аксессуаров входит в этот набор. И какие же мелкие детали. Да уж, невольно начинаешь скучать по тем временам той детализации, которая была раньше. Ну, не будем с вами ныть и посмотрим, что же еще лежит в этой посылке. И... Та-да-да-дэн. Следующая девчонка это Фрэнкиштейн из коллекции Skull Shores. Черно-белая. Шарниры у нее движутся, ну... Немножко кажется, что разболтаны вот в ляшках. Ну, не беда, вы посмотрите, какая красотка. Волосы у нее сильно-сильно-сильно прям вот вообще очень сильно залачены. Как будто у меня камень в руках. Голова держится нормально. А шарниры движутся даже в руках немного туговатенько. А также я заметила у нее на носу пятнышко, которое надо будет стереть. Но не в этом видео. Текс-текс-текс. И мы начинаем переходить к Эвер Афтер. И я сейчас в шоке, потому что куколка это моя самая любимая из Эвер Афтер Хай. О-о-о, Мэдалин Хэттер. И что самое интересное, этой куколки у меня нет в открытом виде в моей коллекции. Потому что мне почему-то казалось всегда, что Мэдалин выглядит лучше в коробке. И тут я наконец-то ее держу в руках. И обалденские волосы. Господи, обожаю это сочетание. Безумные цвета. Волосы кукол хорошо уложены. В такие вот милые завитушки. Печать, я удивлена, но отлично. А также у нее градиентовые брови. Давайте устроим с вами в комментариях внизу мини-противостояние. Эвер Афтер Хай лучше или же Монстр Хай? Гоу-гоу-гоу. И так, ну а у нас на очереди с вами Монстряшка. И тоже из базовой коллекции. О-о-о. Итак, это же Эбби Бамин Эйбл. О-о-о, обалденская капна волос у нее. Держу в руках какую-то лошадь. Кстати, у нее совсем другая печать глаз. И тени немножко смазаны. Ну и все, помялся ее девичок. Он как гармошка теперь выглядит. И мамонтенок тоже есть в пакетике. У нее так забавно, значит, держатся вот эти вот меховушки. Но знаете, такое количество волос компенсирует ее маленький недостаток на глазах. На фоне такой гигантской Эбби Бамин Эйбл, крохотулька Мэдрин Хеттер кажется такой маленькой-маленькой-маленькой. Еще одна куколка из Эвер Афтер Хай. Да-да-да-да-да. Это Сидер или же Кедра Вод из базовой коллекции. У-у-у, надо же, какая она красотка-то. Повезло, что куклы из данной посылки пришли с хорошей печатью глаз. Обожаю. Потому что я коллекционер и собираю кукол с хорошей печатью. Поставим ее на подставку. И вуаля. К ним набор также прилагается ее сумка. Так что не хватает буклета. О-о-о-о, я только сейчас заметила, что, ребята, ребята, это не первая волна куклы. Это ее перевыпуск. Я это определила по гольфам, да и по тому, что не хватает нескольких аксессуаров. Да и печать глаз немножко другая. У-у-у-х ты, сюрприз. Хм. Ой, надо же, как же много кукол. Обалдеть. Так, сколько у меня теперь этих пакетиков? Могу уже снимать коллекцию этих пакетов. Да и думаю, нет, ни за что. Итак, Дженна Фаер Лонг из коллекции Скориш. О, у нее аж даже слетело. Эта штуковина наверху. В общем, это все отдельно, и, пожалуй, я этим займусь попозже. Кукла, кажется, если честно, какой-то горенькой с этим пучком и без других аксессуаров. Без хвоста-то, ну... Чтобы Дженна Фаер Лонг не было скучно одной, мы достанем для нее еще одну девчонку из Скориша. Это утонченная... Катерин де Мяу, которой предлагается также ее дневничок и подставка, а также сумка и расческа. Ой. Вот они. Насколько я помню, кукла Катерин де Мяу из коллекции Скориш продавалась в одном магазине, который назывался Жуэ Клаб. Ну, а потом их распродали, и до свидания, кошечки. Кстати, ей идут открытые плечи. Мне нравки. Ух, надо же, как тут еще много кукол. Итак, давайте с вами рассмотрим еще одну девчонку из Эвер Афтер Хай Школы Долго и Счастлива. Это Китти Чешир в состоянии вообще вау-вау-вау, так что не буду больше говорить. Это очень классно, прекрасные волосики, и печать глаз у нее также не хромает. Все в идеальнейшем состоянии. То есть даже такие мелкие аксессуары, как кольца, они присутствуют. И это ж класс. Кстати, с Катерин де Мяу они смотрятся невероятно классно. И если бы не фиолетовый скинтон Китти Чешир, то они бы выглядели, как настоящие сестренки. Следующая девчонка это красавица Рошель Гойл из базовой серии. Уху. Да, у нее даже крылья есть. Ура, крылышки. Так кукле надо немножко расчесать волосы. Чтобы они выглядели поаккуратней. Потому что пока они были в посылке, они немножко подмялись и приняли такую форму. И да, к сожалению, один глаз у нее кривенько, достаточно напечатан. Далее у нас еще кошечки, но на этот раз из базовой коллекции. И первые. Я сразу достану близняшек вместе. Потому что как же их мы будем разъединять? Нет, нет, нет. Не сегодня и не у меня. Итак, девчонки Пурсифона и Мелодия. Базовые. Они также продавались в Тойз и Росе, насколько я помню. И все, закончились. Мерси Буку. Так волосы прям вообще даже на лицо лезут. Пык-пык-пык. И так, я смотрю и не знаю даже с кого и начать-то рассматривать. Что ж, давайте посмотрим Эппл Вайт. Это вторая кукла из Эвро Афтер Хай, которая нравится мне вообще больше всего. Она из базовой коллекции. О, я смотрю, локоны у нее очень хорошо завиты. Хотя, прическа такая как-то не очень-то и густая, кажется. Но выглядит очень хорошо. Брови не градиентовые. Зато есть вот такие вот колготки. И очень клевый аутфит. Как же красиво золото переливается. Пожалуй, буду чередовать. И следующая куколка это Монстр Хай. Хо-хо-хо. Ой, еще одна девчонка из коллекции Хэллоуин. И на этот раз это... Это Дракулаура. О, какие же у нее масштабные крылья. Которые можно вот так вот поднимать, опускать. Делать с ними что хочешь. Ну, так же можно их снять легко. Но делать я этого не буду. Какой же у нее яркий макияж. Да уж. Настоящая летучая мышь. Кстати, постоянно на вот этом скелетике теряются бантики в черепушке. Они должны быть розового цвета. Но, к сожалению, у этого нету бантика. А еще у него голова так забавно крутится. Уху. Целая игрушка и хорошее дополнение Дракулауре. Так-так-так. Волшебство. И девчоночка Эверяшка из коллекции Трон Каминг. Сейчас вам покажу. И да, у нее вот такая вот подставка. В форме седла, как и у Монстр Хай. Также маска, которая к ней прилагается в набор. И я думаю, вы уже догадались, что это за девчонка. Вжух. Итак, Купидон. Красотка. Выглядит она снухшибательно. Особенно мне нравятся ее крылья. И лицо неплохо выглядит. Оно такое матовое и симпотное. Волосы красиво лежат. И прямые. А главное я хочу отметить, что куклы Эвер Афтер Хай на таких подставках стоят более устойчиво. Потому что они как-то надежно закреплены. А вот, например, моя Котинора постоянно того и гляди, вот сейчас упадет. А тут что-то совсем другое. Так что производитель устранил свою ошибку и сделал более лучшую версию. И как я вам обещала, сейчас я покажу Монстряшку из коллекции Скулз Аут. Вот полуторная волна. И она вот так вот сидит. Нормально. Удобненько. Почему бы и нет? У нее все волосы прям в лицо так и просятся. Шарниры движутся очень хорошо. Ну а в комплект к ней прилагалась желтая подставка, желтая расческа, также сумка и портфолио. Что ж, на этом посылка закончилась. Но не переключайтесь. Могу вам сказать, что реальность совпала с ожидаемым. То есть прошли куклы в нереальном клевом состоянии. Почти у каждой Монстряшки есть буклет, кроме Эверяшек. Ник одной не положили. Как-то это странно. Все аутфиты чистенькие. Правда, некоторым куколкам придется расчесать волосы. Но это занимает буквально пару минут и совершенно не сложно. Подставки и расчески также есть у всех куколок, кроме Кладиши, Франкиштейн и Робеки Стим. Но с подставками тоже не проблема. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И переходите по ссылке в описании на другие мои обзоры. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ну а я с вами прощаюсь ненадолго. Be cool and crazy. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok